Когда мы говорим о том, что гомофобия, трансфобия и другие мотивы являются актуальными на данный момент в Украине, нам отвечают, покажите нам статистику. И вот вопрос статистики. Статистика не ведется, потому что все те преступления, которые квалифицируются как хулиганство, они так, собственно, и учитываются как хулиганство. Если мы поднимем базу преступлений, например, за предыдущие три года, мы увидим огромный массив преступлений, которые были квалифицированы как хулиганство. И в этом массиве очень много будет тех преступлений, которые были совершены по мотиву нетерпимости именно к представителям и представительницам ЛГБТ-сообщества. Это и нападение, это и убийство, это и ограбление, которые, в принципе, если бы человек... Вот в чем это отличается, да, преступление с мотивом? Принадлежит человек к определенной группе или не принадлежит? Например, если я иду по улице и меня ограбили, то здесь вопрос, преступление это на почве ненависти или нет? Нет. Но если ко мне пришли и меня ограбили, или это был грабеж, или взлом, потому что я принадлежу группе ЛГБТ, то вот это преступление на почве ненависти. В чем проблема, когда, например, бьют, убивают, насилуют людей с гомосексуальной ориентацией или с трансгендерной идентичностью? В том, что люди ожидают, что никто не будет идти в полицию после того, как на них совершили это нападение. Потому что они думают, что людей очень просто запугать. А мы расскажем о вас на работе, а мы расскажем о вас вашим родителям, а вас узнают в вашем маленьком городе. И люди на самом деле очень редко обращаются в полицию для того, чтобы отстаивать свои права. Почему? Потому что общество, в принципе, достаточно гомофобное и трансфобное, и люди не чувствуют в себе силы и не чувствуют того, что, возможно, в полиции их смогли бы защитить. Потому что, к сожалению, да, настолько у нас общество гомофобное и трансфобное, что не всегда, когда ты приходишь в правоохранительные органы, ты можешь ожидать, что с тобой поведут себя толерантно, что к тебе нормально отнесутся. А вот какие последствия несут в себе преступления на почве ненависти? На психологическом уровне для людей, да? Люди, которые пережили насилие, люди, которые пережили изнасилование, пережили ограбление или, не дай бог, в семье которых случилось убийство по таким мотивам. Это уже отдельный вопрос. И я тогда хотела бы, я вижу, что вы там, да, у вас есть вопросы, я еще раз по регламенту попрошу. Мы сейчас, будут вопросы нашим экспертам и экспертам, и далее у нас будет около 30 минут на то, чтобы задавать вопросы, комментировать и так далее. Вот, и мой первый вопрос будет к Александру. Почему, как вы думаете, у нас такая ситуация с тем, чтобы, с невозможностью зарегистрировать преступление, то есть, да, когда люди подают заявление, почему оно не вносится в ЕРДР, как преступление на почве ненависти? У нас проблемное законодательство, или это отношение полиции, или, может быть, какие-то другие причины? Добрый день всем. Ну, законодательство, у нас все нормально, да, у нас четко прописана 161-я статья, у нас также, ну, эти преступления квалифицируются по другим насильственным статьям, плюс 63-й, пункт 3, там существуют отдельные пункты, как отягчающие обстоятельства. Это, ну, такая вот классификация. Ну, что касается правоохранительных органов, да, действительно, латентность здесь очень велика, ну, очень большая эта, ну, латентность, это сокрытие данных фактов. Ну, сейчас правоохранительная система у нас в таком, находится реформированном состоянии, многие реформы проходят, ну, как бы, они проходят не так быстро, как хотелось бы нам. Ну, я считаю, лично мое мнение, что это связано с квалификацией просто, ну, следственных органов, и что давит на следственные органы статистика, они регистрируют, там статистика желательно, чтобы она, ну, должна быть положительной. И, ну, и стараются, и еще-таки нет практики расследования таких преступлений. Ну, сейчас существуют программы, как и, ну, Министерство внутренних дел, национальная полиция, международные правозащитные организации очень помогают, проводят информационные программы, семинары, ездим мы, как за границу, они к нам приезжают, делятся опытом. Буквально я несколько месяцев назад был в Киеве, был такой крупный семинар по организованным посольствам Норвегии в Украине, приезжали коллеги из полиции Норвегии, из Осло, там у них все еще в отделах полиции существуют специальные, такие как отделения, которые непосредственно расследуют такие виды преступлений. И там существует, их небольшое количество, ну, там целенаправленно сидят следователи, которые занимаются непосредственно такой специализацией, такой преступлением. Ну, надеюсь, в Украине скоро, как бы, в скором времени, это такое, это такая, мы возьмем лучшие практики, лучшие европейские практики, и у нас, как бы, тоже, ну, такое появится. Спасибо. Да, собственно, в Норвегии и во многих других странах существуют специальные отделы по расследованию преступлений на почве ненависти. Много людей там не работает, потому что, ну, достаточно несколько обученных людей, которые проводят расследование, и мы тоже не видим в этом проблемы. И то, чем мы сейчас занимаемся совместно с посольством Норвегии, как Александр правильно заметил, это попыткой создать такой пилотный проект в Украине, где могли бы обучить определенное количество полицейских, именно следователей, и которые бы занимались преступлениями на почве ненависти по разным категориям людей. То есть, да, при регистрации, когда человек приходит и подает заявление в полицию, у них есть специальная форма, в которой они ставят галочки. И там перечислено более 20 мотивов почвогомофобии, трансфобии, расизм, этническая ненависть и так далее. И уже сразу в системе, когда происходит такая регистрация, этот отдел специальный, который занимается расследованием конкретно, уже видит, вот пришло вот это дело, оно перенаправляется в это, конкретно в это подразделение. И следующий вопрос тогда... Дело в том, что в 2006 году, это в мае, да, 2006 года, был приказ Министерства внутренних дел, который внес изменения в другой приказ о порядке регистрации преступлений, он там, там долгое название, как бы, но это не нужно, в котором внес пункт пятый, в это там, при... Когда вы приходите в отделение полиции, вам и хотите сообщить о преступлении, вам обязаны выдать форму определенную, она утверждена этим приказом. Так вот, год назад, внесли изменения в этот приказ, добавили пункт пятый, в котором отдельно вынесены вот эти категории. Если вы считаете, что ваше преступление связано с преступлениями на почве ненависти, то есть вас как-то нарушили ваши права по какому-то охраняемому признаку, то вы как бы, вы вписываете в этот пункт, ну, что вы об этом думаете, и, соответственно, на основании этого правоохранительные органы обязаны реагировать. Да, спасибо, Александр. И тоже сегодня хотелось бы затронуть также тему домашнего и сексуального насилия, потому что, собственно, это не классифицируется как такие классические преступления на почве ненависти, но, тем не менее, очень большое количество женщин подвергается домашнему и сексуальному насилию, мы будем еще об этом говорить далее. И у нас в Украине не ратифицирована Стамбульская конвенция, которая должна защитить женщин, ну и мужчин тоже от домашнего сексуального насилия и не принят закон, к сожалению. И вот мой следующий вопрос, тогда давайте попробуем поговорить о том, как происходит защита жертв, которые столкнулись с определенным видом насилия, насколько это сложно, насколько это просто и, собственно, понятное дело правоохранительные органы, но вот как работают адвокаты? В большинстве случаев, когда женщины терпят физическое или сексуальное насилие, они стараются не обращаться в органы полиции, чтобы пытаются или бояться этого, или пытаются это скрыть. Когда уже такие преступления, такие действия виновного лица осуществляются в отношении них систематически, только в этих случаях они стараются обратиться. Но в полиции в большинстве случаев отказываются регистрировать их заявление, объясняют это тем, что в действиях виновного лица отсутствует состав преступления. В таких случаях необходимо все равно настаивать на том, чтобы органы полиции приняли такое заявление, потому что в соответствии с требованиями нового Уголовно-процессуального кодекса Украины, в частности, это статья 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, в которой указано, что отказ в принятии заявления не предусмотрен. Если лицо считает, что в отношении него совершено преступление, то такое заявление должно быть зарегистрировано, и сведения все равно должны быть внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований. А если в том случае органы внутренних дел, органы полиции считают, что возможно и отсутствует состав преступления, то все равно в рамках ЕРДР Единого государственного реестра досудебных расследований должна проводиться проверка, потому что, в частности, в статье в этой же 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины указано, что проводить досудебное расследование до внесения сведений в ЕРДР запрещается. То есть, это включает в себя также и направление, выдачу направлений на СМЭ, судебно-медицинскую экспертизу. В таких случаях бывает, что лицу потерпевшему выдается направление на СМЭ, человек проходит СМЭ, в результате получает заключение экспертизы, в котором указано, что ему действительно были причинены телесные повреждения, которые подпадают под квалификацию статьи Уголовного кодекса. Но когда адвокат вступает в дело, если со стороны обвиняемого грамотный адвокат вступит в дело, то он может признать такое заключение экспертизы недопустимым доказательством, поскольку оно было получено не в рамках ЕРДР, а не в рамках до внесения сведений в ЕГР до судебных расследований. Вот такие вот случаи наиболее частые в нашей практике случаются. И в случае, если защита осуществляется потерпевшей стороны, предоставляется потерпевшему лицу, то потерпевшая сторона сталкивается с тем, что она остается незащищенной, а виновное лицо остается безнаказанным. Как правило, такие вот проблемы. Ну и тогда вопрос, что же делать жертве насилия и, собственно, с какими барьерами? То есть мы очень часто говорим о физическом насилии, и здесь есть разные нормы нашего законодательства, которые абсолютно несовершенные, да, потеря работоспособности, легкие, средние, телесные повреждения, тяжелые. А что же делать с психологической травмой, собственно, что происходит с людьми, которые подвергаются насилию? Всем добрый день. Меня зовут Татьяна, как Елена представила. Хочу начать с того, что все виды насилия между собой, безусловно, связаны. Физическое насилие, психологическое, сексуальное, экономическое насилие, потому что в домашнем насилии тоже есть такой пункт, как экономическое насилие, когда у потерпевшей, либо пострадавшей от насилия забираются деньги, либо выгоняется она из дома, вот, и лишается всего агрессором, ну, либо тем человеком, который по отношению к ней совершил это насилие. Смотрите, как получается. Есть такой, наши, мои коллеги, вот психологи, психотерапевты, да, они знают, есть такой принцип, очень важный. Чем глубже травма, тем она умалчивается сильнее, тем сложнее о ней говорить, понимаете? И тут еще есть такой вопрос, если пострадавшая находится в непосредственном каким-то отношениям, либо в контакте с этим насильником, либо агрессором, ей сложно говорить прямо об этом. Обычно, как правило, об этом начинают говорить люди, которые, допустим, агрессор умер, либо агрессором он может быть кто угодно, и члены семьи, и начальники, в общем, любой человек, родственник какой-то, да. И вот если есть эти родственные связи, это тоже затрудняет этот процесс. Просто прийти, сказать. Еще есть зависимость от насильника. Тоже экономическая, сексуальная. Это тоже есть. Тоже такой вид зависимости. И, как правило, говорят уже о том, когда приходят пострадавшие, когда уже что-то происходит с этим насильником, либо его нет, либо они уехали на безопасную территорию и место. Ну, как по мне, вот что делать? Конечно, безусловно, обращаться к специалистам. Я призываю обращаться не только к психологам, это могут быть психотерапевты, либо какой-то ближайший орган, правоохранительные органы, либо какое-то ближайшее окружение социальное. Это могут быть лучшие подруги, близкие родственники, которые могут помочь, вот, хотя бы поддержать на первых этапах. Но работать, конечно, с этой травмой нужно, потому что очень сложно самому справиться. И очень сложно сказать об этом. И для меня поступок тех женщин, которые приходят, это первый шаг дойти, позвонить, записаться на эту консультацию, прийти и потом об этом рассказать. Для меня, мне кажется, это такие очень важные, огромные шаги, потому что, когда они рассказывают, они все равно переживают этот опыт снова. И здесь есть такой момент ретравматизации. Очень аккуратно нужно с этим работать, но, к сожалению, у нас очень мало специалистов, именно специалистов, которые работают с травмой, и работают очень деликатно. И интервьюировать надо их тоже очень деликатно и корректно, дабы не набредить по этому принципу. Спасибо. И здесь еще вопрос, наверное, у меня будет к Александру, потому что я, например, очень часто слышу от следователей, когда мы говорим о домашнем насилии, они говорят, вот мы, в принципе, не против были бы работать с этими случаями. У нас их очень много, вот по району, участковые бывшие говорят о том, что, да, некоторые женщины обращаются, но потом они забирают свои заявления. А даже если не забирают, ну окей, там мы ему выписали предупреждение, и он опять продолжает это делать. То есть, насколько в рамках существующего законодательства возможно решить вот подобную проблему? Ну, в рамках законодательства, в принципе, ну это решает, это как бы решаемо. Все решаемое. Административный, кодекс об административных правонарушениях, он часто предусматривает такую санкцию, как обмажение воли, там на короткий срок. То есть, там на 10 дней, как раньше было до 15 суток, на 15 суток. Но сейчас на 15 суток это редко встречается, в основном как бы 10-12 такие сроки есть. И, ну как, есть случаи, это опять же, ну, тут существует проблема наша в работе правоохранительных органов, что не всегда наши правоохранительные органы могут взять этого человека, отвезти в суд сразу на месте. Судья рассмотрит это дело, вплоть до, вынесет решение, которое может быть, ну, на 10 суток изолировать. А человек, на 10 суток человек помещается в изолятор временного содержания, по-украински ИТТ, изолятор 7-часового трамвания. Ну, как бы, там условия совершенно не сахар, и, как бы, человек тогда очень задумывается. Я общался с такими людьми, как вот он просидел 10 суток, ну, как говорит, как тебе? Он говорит, ну, такой кучок бумаги выучил на языке. Ну, как бы, больше туда возвращаться. То есть, это, как бы, действенный механизм, и он, ну, он, как бы, реален, и он прописан в нашем законодательстве, и он действует на человека. Но, с другой стороны, что не всегда получается, он реализован, потому что это нужно взять человека, повезти его к суде, судья выносит, выносит решение, должна вынести решение, которое, потому что он может и штраф вынести. И, ну, тем не менее, практика такая встречается чаще и чаще. Надеюсь, со временем таких случаев, таких реакций будет больше, и это войдет просто в привычку, как вот, ну, в систему наших правоохранительных органов, и тогда вполне, я думаю, как бы, это повлияет на данный случай. Ну, и у меня тогда вопрос, вот если да, есть законодательство и можно обращаться, насколько часто обращаются жертвы к адвокатам? Обращаются, на самом деле, очень редко, когда уже действительно это входит в систему, человек, который обращается, он сообщает о том, что он и неоднократно и ранее пытался обратиться, но боялся повторной мести со стороны лица, которое совершает противоправные действия или в семье, или, возможно, в каких-то организациях, где человек работает, или учится, посещает какие-то организации, если это там было насилие в отношении него совершено. Боится мести со стороны этого человека, поэтому, как правило, молчит о тех конфликтах и о тех причиненных травмах, которые стали основанием для обращения. Также бывает, что потерпевшая сторона обращается, однако потом пытается забрать свое заявление, потому что также со стороны обвиняемого продолжают причиняться и телесные повреждения, и поступают угрозы. Поэтому считают, что поскольку санкции данных статей значительно маленькие, наказание значительно маленькое, которое предусматривает уголовную ответственность или административную ответственность за совершенные преступления либо правонарушения, поэтому человек считает, что виновное лицо все равно не сделает для себя тех выводов, которые он ожидает от него. Ну и говоря уже о тех санкциях, которые предполагают ответственность. Опять же, ратификация Стамбульской Конвенции принятия закона о противодействии домашнему сексуальному насилию предполагает также введение новых норм законодательства, в том числе уголовную ответственность за повторное насилие до 5 лет, а также так называемая припасть не приближаться на какое-то расстояние к жертве для насильника, и это с первого нарушения такое возможно. А также открытие сети шелтеров для жертв домашнего сексуального насилия, как правило, это касается женщин, и вы правильно, Татьяна, сказали, что экономическое насилие это зависимость, как правило, женщины, которые не имеют ресурсов, очень часто сидят дома с детьми от так называемого кормильца в доме, и поэтому, когда женщина идет подавать заявление о том, что с ней над ней совершается домашнее сексуальное насилие, она автоматически лишается этих ресурсов к существованию, и, собственно, как правило, ей некуда идти, некому обратиться, и я думаю, что вот это самая большая проблема, что государство не создает условий для таких женщин, чтобы они могли каким-то образом ресоциализироваться после полученных травм. — — Продолжение следует...